Итак, возвращаюсь к портрету и рисуем блики. Так, сейчас я посмотрю. Так, где тут блики в глазах? Так, блики. И работаю над этой для усиления эффекта. На цепочку падает цвет, поэтому немножко надо как бы освежить брелок. Брелок. Тут тоже этот. Не брелок, а медальон. Это, так сказать, последние такие уточнения. Можно их не делать, но я, что касается работы, перфекционизм. Мне свойственен в окончании работы. Я люблю тут поработать. Так, ну и вот сюда падает цвет. Тоже надо сделать вот такой. Так. Так. Все это добавляю, этот рисунок. Акрилом. Ну и уточняю, карандашом. Ну и самое главное сделаем вот тут вот. Сейчас я покажу, как я делаю. Вот такую вот красоту. Девушки любят блестящие такие элементы. Блики такие. Передают портрету нарядность. Ну все естественно в соблюдении чувства вкуса. Так. Сейчас я тут еще уточню какую-то такую. Типа сережки. Так. Ну все. Ну теперь белило должно чуть-чуть просохнуть. И можно вот еще вот тут. Ну это такие чисто уже оформительские заморочки. Коты мои просятся в мастерскую. И шутаем. Не имется. Ну что? Кто там пришел? Кася, ты заходи. Входи. Входите. Так. Ну и тут вот сделаю вот такие вот летящие штрихи. Вот. И все. И все. Теперь я сфотографирую и отправлю заказчику мой окончательный вариант. 2020 год. Ну тут где-то мне лучше с обратной стороны оставлю свою подпись. С подписью надо тоже быть очень деликатной. Особенно в картинах и в портретах под заказ. Иногда, возможно, художник может остаться и в тени. И пусть остается в тени. Ничего страшного. Скромность еще никому не вредила. Так. Ну вот. Сейчас я покажу, какая будет рама. Вот готовый портрет. Заказывайте портреты с натуры, с фотографии. Вот. Приходите в мастерскую Ларус, город Покровск, улица Торговая, 8. И обращайтесь ко мне лично в вайбер. Присылайте свои заказы. И романтические портреты прилетят к вам по почте. Ну все. На этом пока. С вами была художник Лариса Изюмченко. До новых встреч.